добрый вечер дорогие друзья дорогие пользователи канала сегодня суббота 1 апреля 23 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем разговор о политике сегодня мне хотелось бы обсудить с вами тему которая является центральной для мировых сми это уголовное преследование президента трампа в настоящий момент у нас нет текста этого обвинения скорее всего этот текст появится в сми на следующей неделе тогда мы сможем обсуждать и юридическую часть пока что я хотела бы поговорить именно о политической составляющей на самом деле политическая составляющая это 99 и 9 десятых процента потому что совершенно очевидно что это инструментализация правосудия для сведения счетов с политическим оппонентом то есть на наших глазах сша из республики превращаются в банановую республику и американское правосудие из правосудия в инквизицию потому что судя по всему демократы уверовали в то что если президент трамп будет участвовать в выборах двадцать четвертом году то он и победит то есть у них нет никаких других путей этого избежать то есть избежать его возвращение в белый дом как то воспрепятствовать этому механически желательно его засадить но на самом деле это иллюзия потому что как объяснил профессор права эллен даршевиц в американских законах не прописано того что человек который находится в заключении не может избираться и быть избранным то есть американских президентов есть три ограничителя первое он должен быть американцем от рождения должен родиться на территории сша второе он должен быть 35 лет от роду не менее 35 лет от роду и на третье он должен проживать непрерывно на территории сша не менее 14 лет до момента избрания то есть всем этим критериям президент трамп отвечает поэтому если даже он окажется в тюремной камере надеюсь что этого не произойдет то он сможет подписать первым указом свое собственное помилование и торжественно из тюрьмы переехать белый дом что конечно будет просто я бы сказала тотальным унижением демократов но что делать такое тоже бывает когда вы роете так усердно другим яму риски туда попасть самим очень велики и так то что сейчас волнует большинство американцев это метаморфоза системы правосудия потому что мы наблюдаем то как прокурор прокурор нью-йорка в данной ситуации элвин брэк был избран для того чтобы засадить человека в тюрьму то есть засадить американского гражданина в тюрьму это конечно неслыхано почему я сказала банановая республика почему искала инквизиция потому что в республике это невозможно ибо в государстве права прокурор должен максимально объективно и скрупулезно руководствоваться правом то есть сначала определяется устанавливается преступление а потом ищут того кто его совершил они наоборот не находят человека гражданина и думают какое бы преступление можно было ему пришить это в принципе то что происходит это то почему он избрался получив фонд в полмиллиона от одного меня политического активиста которого зовут джордж ссорос ссорос предоставил на такой грандиозный фонд для того чтобы избраться в нью-йорке и для того чтобы судить и осудить президента трампа видите как интересно работает американская политика и соответственно господин брэг сейчас выполняет свои обещания перед избирателями он пытается осудить и засадить президента трампа по обвинениям которые выглядят весьма и весьма я бы сказала не убедительно не только для меня для большинства американских правоведов но я отложу этот разговор до того момента пока не будет опубликовано это обвинение эти формулировки и на то что нас интересует также это взаимосвязь между не только ссоросом и посадкой но также связь между расследованием коррупции в семье байдена и этим уголовным преследованием президента трампа потому что это немало интересная закономерность то есть чем больше фактов коррупции обнаруживается в результате расследования соответствующего комитета конгресса тем громче вопит американская пресса о том что президент трамп виновен и конечно его надо посадить это тоже очень интересно потому что в принципе пресса не имеет права вмешиваться в судебный процесс они не могут влиять потому что потом адвокат может указывать на это как на фактор то есть фактор попыток влияния на мнение суда на мнение судей или присяжных то есть это тоже не то чтобы поведение которое ожидается от прессы в правом государстве но на самом деле конечно америка уже очень далеко ушла от того какой она была и даже сама нэнси пелоси написал у себя на страничке в твиттер о том что у президента трампа будет возможность защищаться в суде и доказать свою невиновность это шокировало всех это шокировало даже людей весьма далеких от юриспруденции потому что правом государстве все строится на презумпции невиновности но в отношении президента трампа уже работает презумпция вины то есть это настоящая стопроцентная инквизиция когда его назначают виновным и ему нужно доказывать то что он не виновен так теперь работает американское политическое правосудие несомненно это политическое правосудие потому что это инструментализация системы правосудия против могущественного политического оппонента и мы видим что демократы в этом преуспели то есть они отбросили в сторону все вуали то есть они даже не пытаются завуалировать как-то и они откровенно об этом говорят то есть они откровенно говорят о том что они хотят его осудить и посадить конечно он может потом выйти как я уже столько что сказала как нельсон манделлой стать президентом то есть это реально но на самом деле то чем занимаются сейчас демократы чрезвычайно опасно потому что сам факт посадки президента трампа может стать той искрой тем элементом которые спровоцируют внутреннюю дестабилизацию сша и я хотела пощеркнуть что ничто не вечно под луной то есть мы когда советские люди слушали бой курантов и поднимали бокалы советским шампанским они не думали что этот год будет последним для ссср то есть у них таких мыслей не было они думали что в конце этого года будут беловежские соглашения и на советский союз распадется поэтому очень сложно делать прогнозы особенно на будущее но эта шутка черномырдина вы помните и на самом деле в этой истории с президентом трампом совершенно очевидно одно что если действительно будет совершаться настойчивые попытки его посадить то это может привести к необратимым процессом сша вплоть до распада потому что республиканские штаты этого не примут поскольку в настоящий момент совершенно очевидно что это политическое правосудие что долго упорно что-то искали что-то нашли и пытаются это раздуть до вселенских масштабов с тем чтобы его не допустить до выборов и соответственно в республиканских штатах этот электорат республиканский электорат с напряжением наблюдает за этим процессом и хотел бы сказать что даже майк пенс защитил президента трампа вообще вся республиканская партия встала на его защиту и даже такие я бы сказала ненадежные элементы как билл бар вы помните этого генерального прокурора который фактически предал президента трампа но даже он восстал то есть он считает что это полная полный позор американского правосудия то что сейчас происходит совершенно недопустимо и несмотря на эти голоса процесс будет продолжаться то есть мы узнаем подробности на следующей неделе я надеюсь что вам это было не безинтересно если да пожалуйста не забывайте ставить лайки не забывайте комментировать писать первым словом откуда вы конечно особенно интересно будет услышать мнение наших дорогих американских собеседников я благодарю вас всех за поддержку моего канала особенно тех кто делает донаты на его развитие спасибо большое за ваш элегантный жест и я буду ждать ваших реакций